Где вы были, когда началась война? Что делали? Вы наверняка помните. Кто-то в оцепенении листал новостную ленту. Кто-то плакал. Кто-то собирал вещи. Звонил друзьям и родственникам. Кто-то с ними прощался. Вы помните, что вы делали, когда путинская армия стирала земли Мариуполь? 17 марта в почти полностью разрушенном городе под развалинами Дронтеатра ищут выживших. Наша героиня в этот день приземлилась в аэропорту Парижа. Она прямо с самолета отправилась в центр, Плас Ван Дом, дом 7. Здесь расположены лучшие отели, самые дорогие бутики. Но даже среди них есть особенный. Ювелирный магазин, у которого нет вывески и витрины. Сюда можно зайти только по личному приглашению. Хозяина, Джоэля Артура Розенталя, называют Фаберже нашего времени. Цена его украшений исчисляется сотнями тысяч и миллионами евро. Наша героиня заходит сюда, чтобы сделать очередную покупку. 23 марта. Ночью бомбят Киев. Жители украинских городов копают в своих дворах могилы. Хоронят там родных и соседей. От ракетного удара в Киеве погибает наша коллега. Бывшая сотрудница ФБК Оксана Баулина. Наша же парижская героиня покупает билеты на поезд. Через два часа она уже в Лондоне. Тут живет ее сын. Заскочила она, видимо, буквально на минутку и тем же вечером вернулась в Париж. Для всех других россиян границы де-факто закрыты. С Россией прекратили авиасообщения все европейские страны. 25 марта реактивными системами «Град» и «Ураган» российская армия наносит 55 ударов по Харькову. Но она в этот день гуляет по улице Сан-Анере. Заходит в магазин «Прада» и покупает там нарядов на 8 тысяч евро. Франция занимает особое место в ее сердце. И дело даже не только в парижских магазинах. Здесь живет ее дочь. На Лазурном побережье они всей семьей когда-то отдыхали каждое лето, по месяцу. Даже купили там Роллс-Ройс. Специальный, для каникул. Он ждет их здесь, во Франции. Ну а в Москве у них есть еще один. И на первый взгляд, да нет, наверное, ничего такого в этой истории. Да, идет война. Люди умирают страшной смертью. Судьбы искалечены и разрушены. Но есть весь остальной мир. Там люди живут. И все это от них далеко и непонятно. По большому счету, как жили, так и живут. Так уж, к сожалению, устроено. Если бы не одно «но». Наша героиня – это жена заместителя министра обороны Российской Федерации. Человека, который эту войну начал и несет за нее ответственность. Одного из самых приближенных заместителей «Шойгу» – Тимура Иванова. Знакомьтесь, Светлана и Тимур Иванова. Тимур Иванов работает в Министерстве обороны уже более 10 лет. До этого он работал в правительстве Московской области, точно так же в подчинении у «Шойгу». И вы, несмотря на его высокий пост, наверное, вообще понятия не имеете, кто такой этот Тимур Иванов. Кому-то, конечно, он мог запомниться тем, что восхищался формой и фуражкой Гитлера. Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера. Я первый, когда увидел, услышал, так удивился. За строительство храма вооруженных сил, как, собственно, и за весь парк «Патриот», отвечал именно Иванов. Он в Министерстве обороны курирует вообще всю стройку. Военные городки? Тимур Иванов. Кадетские корпуса и военные училища? Тимур Иванов. Вольницы, детские сады, военные аэродромы, пункты базирования подводных лодок и даже космодром «Восточный» все это непрерывно инспектирует Иванов. Ну а сейчас Тимур Иванов – главный строитель Мариуполя. Ну что, вообще не может уложиться в голове у любого нормального человека. Сначала их армия подчистую сносит город, тысячи трупов, братские могилы. А потом там вальяжно прогуливается Тимур Иванов и говорит, как классно он построит мариупольцам бассейн и новый парк. Действительно будет новый современный квартал, предусмотрены детские сады, школы, объем инфраструктуры. Плюс мы даже планируем построить и ледовый каток, и бассейн. То есть это все будет в пользование горожан, как я надеюсь, что они получат максимум удовольствия от проживания в новом жиле. Вы молодец. Правильно. Но вот если вы следите за светской жизнью, то тут все ровно наоборот. В светских кругах, как ни странно, Тимур Иванов – очень хорошо известный персонаж. Благодаря своей супруге, известной тусовщице из нулевых, героине звездных хроник. В какой-то момент она была даже ведущей на телевидении Светлане Захаровой. Также известной, как Светлана Маниович. С недавнего времени она еще и Светлана Иванова, она взяла фамилию мужа. Светлана Захарова. По образованию финансист-международник. Однажды решила связать свою жизнь с модой. Никакой она, естественно, не финансист. И бизнес-леди из нее так себе. Кавалера Светланы, сначала ее первый муж, Михаил Маниович, а потом и Тимур Иванов, просто содержат ее дорогие хобби. Сначала бутик в гостинице «Метрополь», а потом и магазин одежды и аксессуаров из экзотической кожи. Питона, страуса, крокодила, ящерицы. Но даже это уже в прошлом. Все ее бизнесы прогорели. Ну так бывает так в жизни. Светлана Маниович, давайте просто для простоты выберем одну из фамилий, будем называть ее так. Настоящее воплощение путинского гламура. И, наверное, пути наши с ней никогда бы не пересеклись. Зачем нам расследовать светских львиц, если бы в 2009 году она не вышла замуж за чиновника. То есть человека, живущего на наши с вами налоги. И никак иначе. Развод Светланы с первым мужем происходил буквально на страницах глянцевых журналов. Вот журнал «Татлер» сетует. Москва раскололась на два лагеря. Кто-то поддерживает Светлану, а кто-то ее мужа, Михаила Маниовича. Она в интервью говорит, что уходит от него, и ей ничего не нужно, забирая только детей, одежду и иконы. А через месяц с лишним ее бывший супруг дает ответ на интервью Ксении Собчак. Говорит, что он встречался с Тимуром Ивановым, говорил с ним лично, по душам и отговаривал. Мол, что ты делаешь, ты не потянешь. Светлана требует минимум 50 тысяч долларов в месяц на содержание. Но потянуть такую ночь Тимур Иванов все-таки смог. И помог ему не бизнес, а должность главного строителя в Министерстве обороны. Министерстве обороны. Посмотрели и решили, ну если они так вопиюще все делают, иначе все должно быть у них законно. Не будут же они настолько наглеть. Нет, Мария, выяснилось, что никакого предела не существует. Если обычно мы наблюдаем за такими историями снаружи, смотрим в социальные сети, пытаемся угадать что-то, прикинуть там, оценить, то в этот раз все сильно по-другому. В наших руках оказался архив электронной почты Светланы Маниович. 8 тысяч писем за 12 лет. Счета, планы домов, документы на яхты и виллы, чеки за антиковый ряд и украшения. Подробности вечеринок и тысячи фотографий. Все это мы внимательно изучили, перепроверили и готовы вам это показать. Выполним годовую норму тяжелого люкса и гламура за один раз. Работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи. Как по-вашему должна выглядеть жизнь чиновника? Даже не просто чиновника, а военного. Человека, который выбрал своей профессией в защиту Родины. Который по духу и смыслу этой службы должен быть патриотом. Ну, он выбрал себе такое призвание. Защищать Россию. Он подтянут и скромен. Может и богато живет, но не слишком. Он редко появляется на публике. Избегает скандалов. Верующий, семейный, живет тихо и неброско. Вот как-то так это и должно выглядеть. Представили? А теперь забудьте. Яхты, вертолеты, Сан-Тропе, Роллс-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. Мы никогда не узнавали о жизни чиновников столько подробностей. Не видели ее так близко. Давайте разбираться. Август 2013 года. Светлана Маниович публикует шутливый пост от имени дочери в инстаграме. Когда я была маленькая, я жила в Сан-Тропе. И моими игрушками были пробки от шампанского. В общем, у меня было трудное детство. И это вообще не шутка. Каждый год, начиная минимум с 2010 года, семья Тимура Иванова на весь август уезжала, нет, не на дачу копать огород, а отдыхать на лазурное побережье. Каждый год они там арендовали огромные виллы. Например, такую. Пять спален, пять ванн, две комнаты для персонала. Месяц ее аренды в 2013 году обошелся в 120 тысяч евро. Еще 90 тысяч евро они заплатили тем же летом за аренду вот этой 37-метровой яхты. Это так впечатляет. Следующий 2014 год. Весной Тимура Иванова награждают медалью за возвращение Крыма. А Лубка и Судак замерли в ожидании высоких гостей. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужды. Но наш чиновник из Минобороны снова с семьей едут на месяц в Сан-Тропе. Арендовали другую роскошную виллу с 8 спальнями, 8 ванными комнатами и бассейном. Обошлась такая вилла семьи чиновников в 110 тысяч евро. Для празднования дня рождения Тимура Иванова заказали парусную яхту на один день. За вечеринку заплатили 11 тысяч евро. 2015-й. Арендовали 35-метровую яхту South Pole Sea. В контракте на имя Светланы Захаровой указаны даты и место посадки. Неаполь. Стоимость аренды 56 тысяч евро. Дальше традиционный август в Сан-Тропе. По фотографиям в инстаграме Светланы мы понимаем, что это вилла Дюна. В ней 7 спален, 4 террасы, бассейн, джакузи и, конечно же, вид. За аренду этой виллы они заплатили около 150 тысяч евро. Но даже тут они скучали по родине и специально провели на виллу российское телевидение. Это обошлось им в 1990 евро. А зачем? В 2016 году указом президента России Тимур Иванов повышен до заместителя министра обороны Российской Федерации. Можно было бы подумать, что уж теперь-то ежегодным месячным каникулам в стране НАТО пришел конец. Ничего подобного. Фотографии с Сан-Тропе снова весь август наполняют инстаграм жены Иванова. Тимур Иванов опять праздновал там свой день рождения. Приехали 25 гостей. На этот раз арендовали виллу Мангейра с собственной вертолетной площадкой, теннисным кортом и бассейном. Ночь в ней стоит от 5,5 тысяч евро. И в 2017 году они остановились на той же самой вилле. То есть опять потратили на аренду за месяц 170 тысяч евро. И тем же летом арендовали вот такую яхту. Стоимость составила 93 тысячи евро. Контракт оформили на няню их ребенка. Всего за лето они выложили 258 тысяч евро или 18,5 миллионов рублей просто на отпуск. Это не гипотетические оценки. Это выставленные и оплаченные ими счета. И это больше, чем весь их общий годовой доход. Это ошибка, которая будет им дорого стоить. У меня нет никаких сомнений. В 2018 году они тоже естественно ездили на месяц в Сан-Тропе. Я не понимаю, как им не надоело. Перечислять-то надоело. Они все ездят и ездят. Но вот есть одна фотография, на которую стоит обратить внимание. Светлана Маниович стоит около кабриолета Rolls-Royce. И точно такую же машину мы видели уже в 2014-м. За рулем замминистра Иванов. И подпись такая интригующая. No name, no face, no number. Как будто вызов нам бросает. Вот номер этой машины. Это полностью отреставрированный Rolls-Royce Carnage 2001 года выпуска. Они его купили в 2011 году и оформили на свою люксембургскую фирму. Стоимость автомобиля для каникул 120 тысяч евро. Плюс постоянный ремонт и обслуживание. В почте супруги замминистра мы нашли огромное количество счетов, выписанных на имя жителей Сан-Тропе, Мневич и Иванова. Доставка автомобиля из Люксембурга, замена рулевой рейки, устранение протечек, замена колодок, перекраска всего автомобиля, замена стекол, общая сумма за ТО 75 тысяч евро. Тут есть еще отдельный момент, который я хотела обсудить. 120 тысяч евро это примерно по курсу 2011 года около 5 миллионов рублей. И в это же самое время у нас есть справка из суда. Официальный документ, справка о доходах Тимура Иванова за этот же 2011 год. Официальные документы не бывает. Так вот, его официальный доход в месяц 112 тысяч рублей. То есть 1,3 миллиона в год. А Rolls-Royce они покупают на 5. С 2013 по 2018 год, это период, который мы изучили внимательно, семья Ивановых потратила на аренду вилл в Сан-Тропе минимум 850 тысяч евро. Еще 250 ушло на яхты. И 200 тысяч на покупку и обслуживание Rolls-Royce. Это миллион 300 тысяч евро, потраченные на летние отпуска только за 6 лет. Но так они живут круглый год. У своего любимого Фаберже нашего времени, у Парижского ювелира, Светлана спокойно оставляет сотни тысяч евро. За кольцо. За сережки. Она скупает подиумные коллекции Dolce & Gabbana 153 тысячи евро за два платья. Еще счет 60 тысяч евро. Вот Светлана стоит в нем. На свадьбе у них поет солист Modern Talking, Томас Андерс. Это 70 тысяч евро. Мужу куплены часы за 25 тысяч евро и еще одни за 36 тысяч. 12-летней дочери подарили лошадь, зовут Раджур. За ее содержание в месяц Маневич платит 60 тысяч рублей. Ну а мы продолжаем хулиганить. Привяо. Непрерывные вечеринки. Тусовки, веселье. Каждый день рождения Светланы – это событие. В 2018 году она праздновала его в Стамбуле. 50 гостей, 3 дня развлекались. Экскурсии, лодки, рестораны, музыканты. Праздник обошелся в 178 тысяч евро. 13 миллионов рублей. Но в прошлом году мне ее день рождения понравился больше всего. Пускай домашний, пускай всего лишь у них на даче, на рублевке. Но зато все атрибуты веселья тут. Шикарная вечеринка. Нарядные гости. Песни, танцы и поздравления. Главная звезда. Ближайший семейный друг. Тоже чиновник. Дмитрий Песков. Он, как выяснилось, не пропускает ни одного светского раута. Знаете, что происходит вот тут? Это просто в бешенство меня приводит. Первые несколько кадров. Песков с микрофоном. Произносит тост. Он поздравляет именинницу Светлану. Чиновник одет скромно. Даже по-домашнему почти. Но на руке его отчетливо виднеются часы. Это, конечно, не те самые за 37 миллионов. Но у того же бренда Ришармиль. Такие стоят около 6 миллионов рублей. То есть половину всего его дохода за год. Далее слева появляется человек. Это наш заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он протягивает руку к запястью Пескова и поднимает манжет так, чтобы спрятать его часы. Все смеются. Это для них очень смешно. Понимаете? Я спешу посмеяться над всем. Иначе мне пришлось бы заплакать. Пьер Агюстен во марше. В нищей стране у пресс-секретаря президента коллекция часов стоимостью в целый подъезд квартир. Как так вышло? Ну вот так. Подарили. А если кто-то заметил, ну это, конечно, очень неудобно. Но сейчас замминистра обороны прибежит и прикроет часы манжетиком. Стеснительные такие. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше. И у них не возникает мысли, что может быть не должен чиновник так жить. Они не думают прятать свое необъяснимое богатство от своих друзей и собутыльников. Вот от нас, да, нам не положено это знать и видеть. Но сегодня мы вместе с вами все это исправим. Гордимся вами. Спасибо. Знаете, чем еще, кроме модных вечеринок, увлекается супруга замминистра обороны? Антиквариатом. Она тратит 85 тысяч евро на мебель 19 века и несколько статуй. 11 тысяч евро на гуаши и кушетку в форме лодки. Еще 24 тысячи на бюсты, золотые статуи и готическую витрину. 7 тысяч уходит на покупку стеклянных птичек. А этому хобби много лет. На самом деле мы не привязывались к конкретному сроку. Вот она в 2018 году участвует в аукционе из Сотбис и покупает там за 8,5 тысяч евро вот такие часы. Что-то армейское в них есть, да? Звезды какие-то, вот или ордена. Но самая главная причина для покупки другая. Часы стояли в шато, в спальне у ее любимого дизайнера Ивса Глорана. А теперь будут стоять в спальне замминистра обороны. Они такие модненькие. Совершенно непонятно, на первый взгляд, как может одной семье понадобиться столько мебели, статуй, картин и прочего декора. Но эту загадку мы с вами разгадаем чуть позже. Сейчас нам нужно прояснить одну простую вещь. Есть ли у них деньги, официальный доход на такую жизнь? Декларации Министерства обороны уже несколько лет засекречены. Но проанализировав старые, мы примерно понимаем порядок. Их общий семейный доход где-то миллионов 25. Запомним. А теперь берем один год трат. 2020-й, к примеру. На разный антиквариат, вазы, скульптуры, люстры, мебель Светлана потратила более 9 миллионов рублей. На ткани 1,7 миллиона. Аксессуары для ванной на миллион. Ремонт какого-то катера на 3 миллиона. Потратила 700 с лишним тысяч за годовое содержание лошади. В этом же году она выкупает у бывшего мужа половину квартиры в элитном жилом комплексе на Поварской за 1,2 миллиона долларов. 90 миллионов рублей. И, конечно же, бесконечные покупки одежды. И это только то, от чего остались следы в электронной почте. Реальный масштаб был гораздо больше. Ну и закончим это подзатянувшееся погружение в мир гламура путинских элит новогодней истории. Праздник все-таки скоро. Вот вы как праздновать будете? Поедете куда? У меня для вас есть вариантик. Замминистра обороны рекомендует. Правда, одно но. Дороговато. В 2021 году, 2 января, Тимур Иванов с супругой отправились отдыхать вот сюда. Это Ростовская область. За 44 тысячи рублей в день они сняли вот такой дом. Называется Дворец Голландец. Провели они здесь всего три дня. Но зато как провели. Из счета, выставленного на имя заместителя министра обороны, мы узнаем, что они арендовали специальный каминный зал за 24 тысячи. Еще 22 тысячи заплатили за то, чтобы попеть караоке. 230 тысяч они заплатили за спа-процедуры и баню. Ну и, конечно же, хорошо покушали. Ни разу не получилось у них позавтракать меньше, чем на 45 тысяч рублей. Каждый день только проснулись наши отпускники. Икра красная, икра черная, блинчики, круассаны, свежие ягоды. Ну и пару бутылочек шампанского мое. Какой завтрак без него? Назад, ребёнок. За победу. И на следующий день то же самое. Фуа-гра с ягодным соусом, сморчки с муссом из птицы, шампанское, ну вы поняли. За три дня отдыха здесь чиновник Тимур Иванов заплатил 803 тысячи рублей. Спустил за пару дней почти всю свою официальную месячную зарплату, что примерно соответствует годовой зарплате лейтенанта Вооружённых сил России. Вот ещё мы забыли рассказать историю. Смотрите, пост из Инстаграма Татьяны Навки. Она на Алтае отдыхает, ходит около водопада, трогает камни, одиноко лежит на снегу. Ледышку какую-то зачем-то тянет в рот. Достаточно странная фотосессия, но теперь нам всё понятно. Вместе с Татьяной Навкой там отдыхал и Дмитрий Песков, и наш Тимур Иванов с супругой Светланой. Они тоже лежали на льду, тоже лизали ледышки, а потом поужинали, и за ними прилетел вертолёт. И вот ещё один эпизод оттуда. Посмотрите видео. Это такие барские развлечения. Каравай, ряженые, народные песни. Обратите внимание, как фривольно ведёт себя с Татьяной Навкой Медведь. Он её обнимает, танцует с ней, она этому радуется. Этому есть логичное объяснение. Внутри Медведя никто иной, как пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Такой вот затейник. Это, к слову, был очередной гламурный раут наших лучших друзей. Просто не на Рублёвке, как обычно, а на Алтае. Всё то же самое, что мы уже видели. И лепс, и песни, и дискотеки, и пьянка. Умеют всё-таки путинские чиновники отдыхать. Я хочу вам показать несколько фотографий. Ну, чтобы вы сами решили и составили собственное представление. Вот кем себя эти люди мыслят? Что у них в голове вообще происходит? Дом увешан иконами. Антикварная мебель везде. Самовары какие-то, картины. Наряжаются в барские шубы. Фотосессии, костюмы, кокошники, платочки старорусские, да церкви с монастырями. В ушах либо бриллианты, либо серьги с орлами двуглавыми. Они не думают, что они чиновники. Они считают себя новой элитой, новым дворянством. И в этой мысли они зашли так далеко, что начали строить себе настоящее дворянское гнездо. Даже два. И тут надо оговориться. Имущество Иванова и Манёвич засекречено. Вместо их фамилии написано Российская Федерация. Но все-таки Иванов уже столько лет чиновник, что была куча расследований про него. И все знают, что вот тут, в Зачатевском переулке, они снимают 300-метровую квартиру. А вот тут, в поселке Успенское на Рублевском шоссе, они отстроили себе дачу площадью 1600 квадратных метров. Стоит такая примерно 600 миллионов рублей. Но это все сущие крупицы по сравнению с тем, что у них есть на самом деле. В 2012 году Тимур Иванов вздумал строить для своей барыни Светланы дворянское гнездо в самом центре Москвы. Чистый переулок Причистенко. Один из тех районов, где цена за один квадратный метр равняется стоимости целой квартиры где-нибудь в Саратове. Совсем недалеко отсюда, 10 лет назад, разворачивалась сага другого чиновника Минобороны – Сердюкова. Помните, к его возлюбленной Евгении Васильевой, главе департамента имущественных отношений Минобороны, ворвались с обыском в 6 утра. Там вроде бы обнаружили и самого Сердюкова, но запомнилась всем больше всего история про роскошь, в которой она жила. Помните, по всем каналам не замолкали? О боже мой, квартира с 13 комнатами! Ё-моё, 192 метра! Украшения какие-то нашли, картины! Во время того обыска сыщиков заинтересовали предметы роскоши в изобилии хранившиеся дома у чиновницы, чемоданы с драгоценностями, подлинники картин великих русских художников. Я считаю, что эта квартира ровно в той манере организована, в которой я привыкла жить с детства. Ну правда же, они стали настоящими символами коррупции. А наши сегодняшние герои, Тимур Иванов и Светлана Маневович, я уверен, просто посмеивались над этим сердюковским богатством. Потому что это копейки по сравнению с тем, что есть у них. Вам нужно просто уделить внимание себе, немножко внимания себе, и этого достаточно. По адресу Чистый переулок, дом 4, располагается настоящая дворянская усадьба. Особняк в классическом стиле. Большой главный дом, три этажа, почти тысяча квадратных метров. Он был построен в 1821 году. Назывался городской усадьбой Волконской фон Мекка в 2012 году за 600 миллионов рублей это здание покупает Тимур Иванов. Ну как Тимур Иванов? Дворянство дворянством, а российское СИЗО с обвинениями в растрате никто не отменял. Поэтому особняк регистрируют на фирму ООО «Дворянское гнездо». А фирму, в свою очередь, записывают на водителя Тимура Иванова, Станислава Кузнецова. Вот, он же паркует автомобили Иванова и Светланы Маневич. В телефонных книгах он записан как Стасик, водитель Иванова ТВ. Но гнездо здесь вьет, а днюдь не водитель Стасик. Несмотря на то, что официальной реконструкцией и ремонтом занимается компания «Дворянское гнездо», все сметы, вопросы, счета приходят на электронную почту Светланы Маневич. Светлана занимается в этом доме ремонтом каминов. Ей на почту приходит предложение по установке зеркал. Она выбирает оформление стен. Светлана выбирает лифт. Ну какая усадьба без лифта? Абсурд. Светлане присылают план освещения здания, план озеленения усадьбы, согласованный с Тимуром Вадимовичем. И даже иконы, картины-антиквариат, которые Светланы закупают в промышленных масштабах, аккуратно учитываются в таблице и распределяются. Вот это забрали у Тимура Вадимовича, вот это отвезли на экспертизу, а вот это отвезли в дом на чистый. В почте Светланы есть письма, из которых становится понятно, что находится внутри. Спа с большим хамамом, мини-бассейн с массажной раздевалкой. На кухне есть стол шеф-повара. Внизу в подвале постирочная гладильная, склад продуктов, вещевой склад, сейфовая, блок для персонала. Там же комната охраны. Для них мониторы и стол, двухъяростная койка и мини-кухня. Уж не знаю, что они там задумали, но на участке собираются воссоздать отдельный въезд и каретный сарай. Видимо, для их московского Rolls-Royce Ghost за 17 миллионов рублей, который тоже, кстати, записан на фирму у этого же водителя Стасика. И эта же компания купила недавно и черный Гелендваген за 20 миллионов рублей. Сейчас усадьба, по крайней мере снаружи, выглядит полностью достроенной. Восстановлен фасад, заменены горельефы и даже место оставлено, видимо, для семейного герба. И что особенно раздражает в этой истории, так это такой лубочный патриотизм. Все эти фотосессии а-ля Рюс, платочки, иконы, православие. Вот Светлана Маневич пишет пост, что только она знает, как любить родину. А все, кто не с ней, это они просто величие России ненавидят. И в подкреплении патриотизма на снимке березонька, грибочек и сама Светлана укрыта скромным платочком. Ну, я все понимаю, конечно, но имейте совесть, Светлана Александровна. Последние лет 20 и по сегодняшний день Светлана Маневич, жена заместителя министра обороны Российской Федерации, является гражданкой Израиля. Ее дети являются гражданами Израиля. Это все можно проверить по утекшей несколько лет назад базе израильских избирателей. Вот их адрес в Тель-Авиве. Типичные москали. До 2021 года Светлана Маневич вместе со своим бывшим мужем была собственницей вот этой квартиры. И многие годы она, как супруг замминистра обороны, подавала декларацию об имуществе. И нигде, повторяю, нигде она ни разу не упомянула, что у нее есть квартира в Израиле. Это грубейшее нарушение закона. И только заодно это Тимура Иванова уже давно должны были бы отправить в отставку. Очень рискуете многим, не стоит так одеваться. Надеть кокошник и бусы – это теперь такой патриотизм? Сын Иванова от первого брака живет в Мексике. Дочь Маневич от первого мужа, ее зовут Александра, она живет в Париже. 19-летний сын Михаил, которого с раннего детства воспитывает наш Иванов, сейчас не в окопах где-то под Бахмутом, а в Англии. Он там в университете учится. И ни один совершеннолетний ребенок не живет в России. Но зато дочку младшую назвали Прасковьей. И вот папа, одетый в военную форму, в доме на Рублевке за 600 миллионов, дарит ей на трехлетие украшения от Тиффани. Вот он, путинский патриотизм. Любуйтесь, и вам сейчас предлагают за это умирать. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Даже украшения из своего любимого ювелирного дома Светлана оплачивает не сама. В 2019 году 150 тысяч евро по ее счету заплатил за нее американский приятель, а она вернула уже ему. В 2020 году история повторяется. В этом же магазине Светлана выбирает украшений на 400 тысяч долларов. Это 25,5 миллионов рублей. Она пишет жалобное письмо, что, мол, у нее трудности с переводом с личного счета. Поэтому тремя траншами сумму за нее заплатили три неизвестных офшора. Ну и главное, счета за стройку и за ремонт, что на их Рублевской даче, что в особняке в Чистом переулке, оплачивают тоже не сами Манилович и Иванов. Для этого у них есть специальные люди. По удивительному совпадению, эти же люди зарабатывают миллиарды на подрядах Министерства обороны. Мы готовы к выполнению любой задачи, поэтому военностроительный комплекс Министерства обороны всегда готовы к выполнению любой задачи. Вот договор на поставку мрамора на Рублевскую дачу. Только платят почему-то не Иванов или Манилович, а компания Альбатрос. А договор при этом хранится у Светланы на почте. Ну, ну ладно, Альбатрос и Альбатрос, мало ли. Вот снова поставка мрамора, уже на адрес особняка в Чистом переулке. Счет на этот раз оплачивает Оборон Спецстрой. Странно, вот это уже звучит гораздо хуже. С какой стати компании с названием Оборон Спецстрой оплачивать заместителю министра обороны мрамор? И это не единственные счета, оплаченные ими. Вот Оборон Спецстрой платит за водозащитный порожек. Вот за дождеприемник и решетку из чагуна. А вот за целый косметологический кабинет. И все это зачем-то высылается на почту Светлане Маниович. Разгадка проста. Обе эти конторы входят в одну неформальную группу компаний, которая зарабатывает на контрактах Министерства обороны. Альбатрос был учрежден Дмитрием Хаврониным. Он сейчас владеет компанией Олимп Ситистрой. А Оборон Спецстрой принадлежит двум действующим сотрудникам тоже Олимп Ситистроя. Одни и те же люди. Везде. Компания очень хорошая. Развивается эффективно и быстро. И вот этот Олимп Ситистрой – это уже очень крупный подрядчик Минобороны. Они строили Суворовское училище в Твери, Икодетский корпус в Омске, Военно-морское училище в Мурманске, Ковидный госпиталь в Санкт-Петербурге и военные медцентры. Мы выяснили, что только за последние пару лет Олимп Ситистрой получил по засекреченным госконтрактам От структур Минобороны более 65 миллиардов рублей. И они переводят часть этих денег оборонспецстрою как к субподрядчику. И прямо сейчас эта группа компаний продолжает зарабатывать миллиарды. На строительстве жилых домов в Мариуполе. Благоприятная была обстановка. Было дано поручение обеспечить нормальную жизнь И жизнедеятельность всему населению, Которое осталось проживать на указанных территориях. Сами разбомбили, уничтожили, а теперь зарабатывают. Вот Тимур Иванов гуляет по Мариуполе Вместе с совладельцем Олимп Ситистроя Фоминым. Инспектирует стройка. Восстанавливается система энергоснабжения, ЖКХ. Все приходит в нормальное состояние. Мариуполь. Комсомольский бульвар, дом 66. Несмотря на то, что на улице плюсовая температура, В квартирах наших жителей лед, который не тает. Вот вручает медаль тому же Фомину и его партнеру Хавронину. Только с начала строительства в Мариуполе Эти люди уже заработали больше 17 миллиардов рублей. И часть этих денег, как мы узнали, Пойдет на оплату личных счетов семьи Иванова. Мрамора, кабинетов, стройматериалов И что там им еще может понадобиться. Ну и на еще один очень важный и очень секретный проект Для замминистра обороны. Каждому порядочному дворянину, Помимо кокошника и городской усадьбы, Полагается еще и добротный загородный дом. Чтобы с прислугой и на санях по своим владениям покататься. И наши герои совсем недавно озаботились и этим вопросом. Место они выбрали красивейшее. Тверская область. Огромный лесной участок прямо на берегу Волги. В конце 2020 года там начинается подготовка. Тимур Иванов лично посещает стройку И выбирает форму и расположение дома. Светлана получает от архитектора технические планы На главный дом и два гостевых. С ней согласовываются эскизы всех помещений. В сегодняшний день площадка полностью обеспечена финансированием. Проект у нас готов. Это у нас типовое решение. Несмотря на то, что заказчики стройки очевидны, По сложившейся традиции на себя семья чиновников ничего не оформляет. Участок принадлежит ООО «Волжский берег». А этой фирмой, в свою очередь, владеет уже знакомый нам оборонспецстрой. А теперь давайте посмотрим, как это все выглядит в реальной жизни. Мы в Тверской области, деревня Панкратова. Подлетаем к главному дому. Его площадь 2900 квадратных метров. И это настоящая русская усадьба с двумя флигелями. Мы точно знаем, что располагается внутри. На цоколе два склада продуктов, склад одежды и четыре склада мебели. Антиквариат охранилища, очевидно. На первом этаже 90-метровая каминная, 100-метровая бильярдная, столовая сервировочная. И самое загадочное помещение – хулиганская гостиная. Никогда о таком не слышал, но у замминистра обороны такая есть. Возможно, там Тимур Иванов в спортивных штанах останавливает своих гостей, спрашивает, с какого они района, почему он здесь раньше их не видел, и затем забирает мелочь и мобильные телефоны. На верхнем этаже усадьбы находится хозяйская спальня, 40-метровая ванная комната, две гардеробные, площадью с однушку. Тут же на этаже есть резервная гардеробная, на случай, если все вещи Светланы не влезут в две основные. Есть еще 85-метровая гостиная и 56-метровая мастерская для Светланы. Этот этаж предназначен только для хозяев. Гости же будут останавливаться в двух флигелях, соединенных с домом-галереями. В каждой по четыре спальни. Общая площадь участка 19 гектаров. Из Москвы в эти прекрасные места можно добраться на вертолете, ну или на катере. Благо, в собственности у компании «Волжский берег» такое есть. С растаможкой и доставкой стоит 21 миллион рублей. В интернете есть единственная фотография этого судна. На ней видна женщина, очень похожая на Светлану Маниович. Вот такой результат. Когда началась война, Светлана Маниович уехала в Париж. В марте этого года, в то время, когда под руководством ее мужа происходили самые страшные, самые невообразимые преступления, Мариуполь, Буча, обстрелы мирных городов, Светлана проводила время за шопингом и отдыхом, в комфорте и безопасности. Вдали от Путина и его русского мира. Но тем не менее, старая их жизнь с вилами в Сан-Тропе, дорогими бутиками и бесконечными путешествиями была поставлена под угрозу. В октябре этого года, да, невообразимо поздно, но тем не менее, Тимура Иванова включили в европейские санкции. А Светлану не включили. За несколько месяцев до этого, в июне, они оформили развод. Никакого обычного для такой ситуации раздела имущества не произошло. Детей никто не делил. В этот раз даже не обсуждали развод на страницах журнала «Татлер». Ничего свидетельствующего о реальности расставания Маниович и Иванова нам найти не удалось. Скорее наоборот. Незадолго до развода она сменила фамилию на Иванова. И главная цель была достигнута. Светлана Маниович не попала под санкции. Прямо сейчас, когда мы записываем этот ролик, она в Париже. Проводит время с дочерью. Тратит деньги в своих любимых бутиках. Те самые деньги, которые ее формально бывший муж наворовал или заработал на подрядах Министерства обороны. Заработал на войне в Украине. Светлана Маниович, несмотря на развод, должна немедленно быть включена во все возможные санкции. Их тайные счета и фирмы должны быть арестованы. Все люди, американцы и европейцы, которые оплачивают их счета, помогают им прятать активы и отмыла деньги, все они должны нести за это ответственность. Очень важно, чтобы вы помогли нам распространить этот ролик. Показали его тем, кто по каким-то безумным причинам поддерживает путинскую войну. Кто верит в пропаганде и готов убивать невиновных людей. Вы готовы умирать за Роллс-Ройса Тимура Иванова? За платье его жены стоимостью с вашей квартиры? За их отпуск в Сан-Тропе? Да. Мы показали и доказали сегодня. Вас обворовали. И не только эти конкретные Иванов и Маниович. Все эти охреневшие чиновники и единороссы, они такие. Врут, воруют и непрерывно празднуют и куражатся. Как хитро они все провернули, а вы ничего и не заметили. Расскажите об этом расследовании друзьям и знакомым. Поделитесь ссылкой и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному. Мария, я чуть не забыл. В почте мы нашли один интереснейший документ. Посмотри, пожалуйста, кто его отправил. The Italian Sea Group. Звучит очень знакомо. Звучит очень знакомо. Это та самая компания, которая обслуживает яхту Владимира Путина «Шехерезада». Она вообще очень старая и специализируется на строительстве супер-яхт. Знаешь, таких 100-метровых огромнейших яхт. И в этом письме написано, что Светлана Маниович, жена замминистра обороны России, является очень важным для них клиентом. Написано. И она важна не только для них, но и для всей итальянской экономики. Как ты думаешь, с чем это может быть связано? Я смотрю на дату, здесь буквально самый конец 21-го года, то есть за пару месяцев до войны. Неужели получается, что она собиралась строить себе яхту? Ну, судя по этому письму, замминистра обороны России собиралась устроить себе супер-яхту в Италии. Этого письма, конечно, недостаточно для полноценного расследования, но этого более чем хватает для того, чтобы мы написали заявление в правоохранительные органы Италии. Что там делает попавший под санкции замминистра обороны России? И какой суперинтерес он представляет для экономики Италии? Так что будем рассказывать, что из этого получилось. Белиссимо, Игорь Георгий. Продолжение следует...